В зале родители, опекуны, педагоги, специалисты управления опеки и попечительства. Для них юные воспитанники интерната подготовили настоящее театрализованное представление. Танец мушкетеров и дам никого не оставил равнодушным. Впрочем, как и костюмированная сказка на тему пользы учения. Вы меня к себе не звали, да мне в воде не узнали. Я сварливый строгай. Кто я? Бабушка я дам. Юные актеры артистичны и уверены в себе. Спектакль неспроста показали гостям. То, как увлеченные ребята с особенностями развития занимаются искусством и свободно держатся на сцене, результат ежедневной работы терпеливых учителей. Об этом интернате говорят с гордостью. Мы постоянно улучшаем нашу материально-техническую базу. Оснащаем классы, кабинеты современными интерактивными пособиями. Это и по правилам дорожного движения, компьютерами новыми и мебелью новыми. Чтобы наша школа соответствовала современным требованиям, не было уютно, комфортно. На семинаре, который теперь станет постоянным, родители познакомили с методическими приемами, используемыми в обучении особенных детей. Такие встречи очень важны в аспекте социально-психологического сопровождения семей. В Одинцовском районе на сегодняшний день воспитывается в замещающих семьях 911 детей, оставшихся без попечения родителей. 42 из них являются детьми-инвалидами и более 106 детей – это дети с ОВЗ. И часто родители замыкаются с этой проблемой в себе и не находят, где можно поделиться с такими же родителями, какими-то своими проблемами. И вот возможность им встретиться, увидеть своих детей, как они поют, как они танцуют, как они находят себя в обществе – это очень важно. На семинарии родители узнали, что в этом году на базе Одинцовского центра сопровождения открылась служба раннего вмешательства. Ее специалисты выявляют особенности развития у детей самого раннего возраста. Все занятия и консультации бесплатные. Такого еще не было, чтобы дети с рождения до трех лет наблюдались в психологическом центре. Кто у нас работает? У нас работают с этими родителями и детьми. Значит, учителя-дефектологи, проводят диагностику и коррекцию познавательного развития ребенка и коммуникации ребенка. Учитель-логопед, диагностика и коррекция речевого развития ребенка. И также педагоги-психологи. Цель семинара в Старогородковской школе-интернате – помочь родителям с особенными детьми в воспитании, образовании и социализации. Ведь только совместными усилиями семьи и школы можно добиться хороших результатов. Анна Макарова, Станислав Трейфонов, телекомпания «Одинцова». Какие-то вот проблемы.